Привет-привет, друзья! В эфире программа Культ Южа, ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В уютном зале кафе Греция комфортно себя чувствовать будет до 65 персон. Стоимость банкета от 1000 рублей на одного гостя. Расстановку столов, сервировку и праздничное меню вы можете выбрать сами. В зависимости от тематики предстоящего торжества, количество гостей и развлекательной программы. Дни рождения и юбилеи, корпоративные банкеты, камерные свадьбы в узком кругу самых близких и родных или пышные свадебные гуляния. Кафе Греция вам рады всегда. Телефон для справок 58 79 12. А сейчас мы расскажем о новом концертном сезоне в киноконцертном зале Панорама на Смоленском, 29. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам немножечко подробнее об одном из исполнителей, встреча с которым нас ожидает в будущем концертном сезоне киноконцертного зала Панорама. Итак, уже 18 октября на нашей сцене влюбленный в рок-н-ролл Денис Мужуков и его бэнд. Денис Мужуков – потомственный музыкант. Его отец Алексей Мужуков – автор хитов советского времени, которые с успехом исполняли Алла Пугачева и Эдита Пьеха. Уже с детства Денис был окружен музыкой. И в юном возрасте он познакомился с таким редким для Советского Союза направлением, как госпел, церковные песни афроамериканцев США и с буги-вуги. Это и определило его дальнейшую жизнь и дальнейшее направление. Но и в юном же возрасте его ожидало разочарование. В школьном возрасте ему предоставилась возможность выступить на центральном телевидении, и он подготовил, конечно же, песни в любимом стиле рок-н-ролл. И, как мы с вами понимаем, его не пропустили. Каково же было расстройство и разочарование юного музыканта. Однако он не сдался и сочинил несколько так называемых допустимых песен, которые с успехом исполнял на центральном телевидении. Но рок-н-ролл жил глубоко в сердце юного музыканта. Еще одно увлечение занимало его время – это спорт. Он серьезно занимался боевыми искусствами, и даже в какой-то период перед ним стоял выбор – либо спорт, либо музыка. Однако рок-н-ролл взял верх. Отец предупреждал юного сына, влюбленного в рок-н-ролл, что в советское время это направление безуспешно и бесперспективно. Но время идет, и жизнь носит свои коррективы. И случается так, что западная музыка, уже в нашей стране совершенно легальная. Денис поступает на эстрадное отделение училища имени Гнесиных в класс профессора Даниила Крамера, которое с успехом заканчивает. И тут начинается головокружительная карьера Дениса. Его приглашают единственного музыканта из России на престижнейшие фестивали рок-н-ролла. Он выступает на самых знаменитых концертных площадках России и мира. Он записывал и записывает множество альбомов. До недавнего времени Денис исполнял свои произведения только на английском языке, хотя в последнее время в его творчестве появляются произведения и на русском языке все чаще и чаще. Денис не является глубоко верующим человеком, однако абсолютно уверен, что влюбленность в рок-н-ролл дана ему откуда-то свыше от Бога. А от себя я хочу рассказать одну историю. Я вспоминаю одну из записей популярного телевизионного шоу «Артист», где Денис набрал невероятное для этого шоу количество баллов – более 90. И авторитетное жюри стоя аплодировало этому исполнителю более 10 минут. А молодые последователи этого направления – рок-н-ролл, твисты, буги-буги, ритм-энд-блюзов – считают, что творчество Дениса Муржукова – это музыкальная энциклопедия, которую просто неприлично не знать, не читать и не перечитывать постоянно. Вот такая встреча нас ждет с таким замечательным артистом 18 октября на сцене киноконцертного зала «Панорама». Хочу напомнить, что информацию можно уточнить по телефону 300-033. Заходите на наш сайт panoramadefistver.ru и до новых встреч с талантливым, влюбленным в рок-н-ролл Денисом Мужуковым. А сейчас о киноновинках. События оригинальной манги разворачиваются в историческом Китае в период междоусобных войн. Никаких инопланетян, только яркий антураж, красивые масштабные батальные сцены и сражения на мечах. Фильм построен на реальных событиях, происходящих в Китае в третьем веке до нашей эры. Царства ведут между собой кровопролитные захватнические войны, чтобы стать хозяевами территории. Где-то на задворках одного из таких царств живут двое сирот, мечтающие стать великими генералами. Мы должны объединить наш мир. Самые авторитетные горевудские издания поставили этой картине высшей оценки. Бронирование и заказ билетов в киноконцертном зале «Панорама» по телефону 30 00 33 и на сайте panorama.ru. Возрастное ограничение для зрителей 16+. На этом у нас все. До скорой встречи в эфире в следующей программе «Культфьюжн». Пока-пока!